Конкурс по изготовлению кормушек был приурочен к году экологии и направлен на экологическое воспитание подрастающего поколения. Изначально количество желающих принять в нем участие превысило 200 человек, говорят организаторы. Однако на рассмотрение жюри было допущено 133 заявки. Сегодня награждают победителей. Остальные участники получат сладкие подарки. То есть награждение вот это вот сегодняшнее, это еще не все. Предприятие «Восточный разрез» пошло нам навстречу, когда увидели, какое огромное количество ребятишек участвует в конкурсе. Они увеличили нам призовой фонд, поэтому мы для участников оставшихся, которые приняли участие, но не победили, закупили сладкие подарки. Они все их получат. Исполнительный директор «Восточного разреза» подчеркнул, что предприятие будет и впредь участвовать в подобных мероприятиях администрации района и оказывать спонсорскую поддержку. Всегда приятно в таких мероприятиях участвовать, всегда приятно помогать. Такие вещи нужно стимулировать, поощрять. Мы с удовольствием приняли участие в этом конкурсе. В последующих конкурсах мы обязательно тоже будем участие принимать. В конкурсе участвовали дошколята и школьники. Кормушки ребята делали из разных материалов. Причем заботились не только о красоте поделок и о том, насколько они будут комфортны для птиц. Мне кажется, птичкам будет приятно сидеть, на чем они любят сидеть, на веточках. Им удобнее на ветках сидеть. По оценкам жюри, среди дошколят первое место занял Михаил Гребенюк, второй была Мария Панова, а третье место завоевал Максим Головин. Среди школьников лучше была признана кормушка Ивана Баглая, второе место у Анастасии Никашиной, а замкнула тройку призеров Анжелика Спиридонова.